Приветствую! Паук девяностых... Эх, сколько же по-настоящему тёплых воспоминаний у каждого из нас об этом мульте. Паук девяностых — это тот редкий случай, когда создатели, зная, что основная аудитория мультсериала «Дети» всё равно не забывали, что они в первую очередь творят и рассказывают истории, а соответственно и размышляют о тех или иных вещах в своём детище. И это просто поразительно. Знаете, изначально я планировал сделать топ-10 худших серий данного мультсериала, однако когда я начал его пересматривать, а в особенности те эпизоды, на которые изначально было повешено клеймо плохих, я с удивлением обнаружил, что создатели настолько основательно подошли к своей работе, что во всём сериале с десяток плохих серий, ну, никак не наберётся. Пятёрка — да, да и то скорее состоящая не из плохих, а странных, ненужных, лишних, глупых, но неплохих. А поэтому, раз уж десятки это интереснее, давайте вспомним и лучшие серии данного мультсериала. Встречайте, топ-10. 5 лучших и 5 худших серий Паука 90-х. Ракетный гонщик. С самого начала, как только мне пришла идея создания подобного топа, я ни разу не сомневался, что серия про ракетного гонщика обязана появиться среди худших. Однако, пересмотрев её, моё мнение о ней изменилось в лучшую сторону, во многом из-за того, что в неё авторы добавили подтекст, а именно затронули тему подростковой преступности среди темнокожего населения США, что иногда молодые парни встают на преступный путь не из-за того, что они такие, а, как говорится, что жизнь такая. И за это огромный плюс создателям сериала, что, опять же, они не боялись поднимать какие-то темы в детском мультике. Однако, данная серия всё-таки среди худших, а причина тому, что она банально не нужна в данном сериале. В Пауке 90-х авторы придерживались одной большой сюжетной линии, которая строилась из серии в серию. Пересчитать эпизоды, которые были попросту лишними, можно по пальцам одной руки, и этот выпуск как раз среди них. Он никак не двигает основной сюжет, не развивает уже знакомых героев, и в нём нет событий, которые как-то повлияют на будущий ход истории. И если пара других серий, которые также были не особо нужны в сериале, всё равно удивляли в той или иной степени, тут было завершение криминальных войн, тут нам показывали, что за образами дуболомов, скорпиона и стервятника скрывались многогранные личности и так далее, серия про гонщика удивить не могла. Разве что огромным колесом, на котором бандиты рассекали по городу, но, серьёзно, давайте дальше. Spider-Verse Пятый сезон, а соответственно и сам мультсериал, создатели решили закончить по всем законам супергеройского жанра, эпическим событием. Сначала Паука отправили на другую планету, где он с другими супергероями спасал жителей другого мира от своих врагов, а затем он попал во вселенную к другому пауку, где весь мир превратился в труху. Ну а дальше общий сбор спайдерменов против Паука Карнажа. Первое. Это самое масштабное событие, которое было во всём сериале. Второе. Это встреча нескольких человеков-пауков. После сериала 90-х в популярной культуре такое случалось только в игре и другом мультсериале через 15 лет. И третье. Это, наконец, несмотря на всю эпичность происходящих событий, всё равно серии Паука 90-х. То есть не просто дебильная Махалова, а серии со смыслом и моралью. Ведь тут злодеи побеждают не грубой силой, а взыванием к его моральным ценностям, которые в нём загубил Карнаж. Прибавьте к этому и потрясающий момент, когда Питер попадает в наш мир и встречает Стэна Ли. Даже несмотря на открытую концовку, которая ни к чему не привела, всё, что было до этого, было сделано на высшей ноте. Ну что ж, Стэн, все мы когда-то должны повзрослеть. Даже герои комиксов. Охотники за пауком В первом сезоне создатели мультсериала знакомили нас с основными злодеями мира Человека-паука. И одна из серий была посвящена ему, Алистерус Майду, персонажу, которого мы будем видеть ещё очень долго на протяжении всего сериала. В ней он вместе со своим отцом и Норманом Осборном создают управляемого робота-паука, которого они используют для поимки Спайди. Знаете, если по четырём другим сериям этого топа из категории «Худшие я» могу объяснить, почему они здесь находятся, то вот про эту сказать что-то конкретное сложновато. Это просто, ну, никакая серия, в которой нам показывают слабого злодея, никак не раскрывают Паркера и окружающих его персонажей. Да и будем честны, за тот же первый сезон Питер успеет сразиться с русским охотником, немецким учёным-щупальцами, своим учителем, который превратился в гигантскую ящерицу, человеком-скорпионом и другими представителями злодейского мира, после которых, согласитесь, простые роботы-пауки выглядят, ну, как минимум, скучно. А фотограф? Мама говорит, он нам нужен позарез. Возвращение смертоносца и потрошитель. Если я в качестве аргументов приведу то, что в двух этих сериях на одном экране появляются Веном, лучший карнаж из когда-либо показанных и Железный Человек, этого же всё равно будет недостаточно, да? Ах, ну ладно. Итак, почему же две эти серии находятся в этом топе? Ну, первую причину вы уже услышали, а вторая заключается в том, что эти серии, опять же, наглядно показывают, что персонажи, казалось бы, детского мультфильма, имеют многогранные характеры, что заклятые враги могут объединиться ради общей цели, а любящие люди стараются меняться ради друг друга и даже готовы принести себя в жертву. Две серии, а в них мораль, смысл, Веном и Карнаж. Ну, разве надо чего-то больше для счастья? Вот, спасибо. Обнадежили. Пятно. Признаюсь, я с детства терпеть не могу эту серию. Во многом причиной такой нелюбви стало то, что она шла за эпизодами с Карнажем и Веномом. После двух самых крутых злодеев Мира Паука мне предлагали посмотреть на какого-то ноунейм-пятно. В детстве уже только это было весомой причиной для хейта данного выпуска. Лол, она даже в моем ролике идет следом за ними. Однако даже сейчас, пересмотрев ее и обдумав, я смело хочу сказать, что да, она заслуживает быть среди так называемых худших. В ней персонажи влюбляются друг в друга за один день и приносят себя в жертву своей любви. Злодеи, обладая поистине удивительной технологией, своей основной целью продолжают считать поимку Человека-паука. А еще прибавьте гору клише вроде неудачника, который еще всем покажет, так вот с кого писали Электро. Однако, благодаря способностям пятна, авторы сумели сделать действительно оригинальный и интересный экшен, за что им однозначно плюс. Но вот в остальном... Да, вы можете сказать, мол, эй, ты вообще-то пару секунд назад хвалил две серии, в которых было то же самое. Персонажи готовы приносить себя в жертву ради всеобщего блага, да и смысл какой-никакой есть. Да, действительно, но не будем забывать еще и о такой вещи, как подача, как раз с которой здесь и плохо. Здесь нет никакого сопереживания, ни той женщине, которая влюбилась в пятно, ни к нему самому, ибо мы видим его впервые. У нас нет никакой эмоциональной привязанности. Я, если честно, вообще не понимаю, зачем надо было вводить этого героя. Только ради демонстрации возможностей этих порталов, куда чуть позже попадет Мэри Джейм, ну, так уделили бы этому время в двух прошлых эпизодах. Они бы от личных 30 секунд хуже не стали. Ни тебе эмоций, ни нормальных персонажей, а поэтому и место среди худших. Возвращение Гидромена, часть вторая. Вторая. В мультсериале 90-х авторы были очень честны по отношению к своему персонажу. Если в комиксах он постоянно терял своих близких, оказывался в тяжелых жизненных ситуациях, и на его долю выпадали те или иные испытания, то то же самое происходило и в мультфильме. Самым главным трагическим моментом всего сериала стала утрата Мэри Джейн. Девушка, которая была всем для Питера Паркера, попала в портал во время битвы с Зеленым Гоблином. И в какой-то степени именно то, что Паркер это Человек-паук и стала причиной, скажем так, гибели Мэри Джейн. Великая сила налагает великую ответственность. Однако к концу четвертого сезона Мэри вдруг вернулась и они сыграли с Питером свадьбу. И вот, казалось бы, у Паркера наконец-то началась светлая полоса в жизни, но не тут-то было. Из ниоткуда возвращается Гидромэн, утаскивает Мэри, Паук две серии ее ищет и в итоге все приходит к тому, что вернувшаяся Мэри Джейн это на самом деле клон девушки. Что настоящая МД так и осталась пропавшей, а новая, в которой клон, так и вовсе умирает. Авторы вновь говорят нам, что супергеройская жизнь Питера это огромная ответственность и как бы он ни старался спасти всех, страдать всегда будут его близкие. Ну и заканчивается серия, пожалуй, самым эмоциональным моментом во всем сериале. Пока я здесь, хочу, чтобы ты знал, если во мне есть хотя бы частичка настоящей Мэри Джейн Уатсон, она, она любит тебя всем сердцем, всем сердцем. Нет, Мэри Джейн, Мэри Джейн. Человек-паук в России. Сюжет 6 забытых воинов. Ох, если до этого мультсериал про паука старался быть не глупым, избегать маразматичных ситуаций и всего подобного, то, видимо, к пятому сезону создатели решили плюнуть на все и попросту повеселиться. Итак, приготовьтесь. Немецкого ученого задерживают в Москве бойцы отряда Серебряного Соболя. Тетя Мэй, оказывается, связана с супергероями, именуемыми 6 воинов, которые были созданы во времена Второй мировой вместе с Капитаном Америка. Родители Питера жили в Москве и являлись тайными агентами, а их смерть подстроила КГБ. Сам же Питер, как и полагается для удобства сюжету, во время переезда тети случайно натыкаются на паспорта своих родителей и решают расследовать причины их смерти. Блин, сценарий нового Человека-паука 2, что ли, писали с худших серий мультсериала 90-х? Ах да, и к тете наведывается один из этих воинов. Робер Робертсон, казалось бы, обычный работник газеты, также связан со всем этим бардаком, и они вместе с Питером отправляются в Москву. Куда, кстати, направляется и отряд дурачков, собранный Кингпином? Да, а потом окажется, что Красный Череп жив. Капитан Америка явится из портала, а Электро окажется сыном черепа. И прибавьте ко всему этому потрясающую клюкву. Питер, знакомься, мой старый друг Борис Пушкин. Здравствуйте. Всегда мечтал зашвырнуть этого остроума подальше в Сибири. А нет ли нам в русскую рулетку, а, паук? Предлагаю лучше в русский хоккей, а он пусть будет с шайбой. Боже, правый. Точь-в-точь, как на снимках, да это же Чернобыль. Взорван на этом и реактор. Удачное укрытие. Черный костюм и появление Венома. В данных трех эпизодах создатели рассказывают историю прибытия на землю костюма симбиота, показывают темного Паркера, а в последней серии представляют Венома. Знаете, обычно, когда вспоминают вещи из 90-х или начала нулевых, многое сводится к ностальгии. Да, действительно, у многих из нас именно после этих серий Веном стал любимым врагом Человека-паука. Однако причина этому вовсе не ностальгия, ведь Веном здесь ну просто шикарен. Он не пытается убить Паука, а начинает издеваться над ним своей постоянной слежкой, что в итоге даже приводит к паранойи у Паркера. К тому же Брок знает настоящую личность Питера и постоянно наведывается к близким ему людям, еще и разыгрывая перед ними сценки с Паркером. Что, кстати, довольно оригинально и интересно, ибо Питеру приходится подыгрывать так, как он не хочет, чтобы Мэри Джейн или тетя Мэй узнали его альтер-эго. Да и плюс ко всему этому, вы уж меня извините, но офигенный дизайн самого персонажа. Именно так и должен выглядеть Веном. Здоровым, накачанным и опасным. Финальная серия данного цикла просто рвет все полимеры крутости. Тут и много экшена, и паранойя Питера, и шикарнейший Эдди Брок. Пересмотрев данные серии, мне стало дико обидно за третьего Паука Рэйми, ибо не будь там песочного человека и нового гоблина, а все внимание бы во второй части картины перешло к Веному, который вел бы себя так же, как в мульте, да еще и темную сущность Питера бы пересмотрели. Эх, какое бы могло получиться Кенору? Под стать двум предыдущим картинам. Однако, увы да ах, посмотреть на настоящего Венома можно только здесь, в мульте 90-х. Ну ладно, есть еще неплохой вариант с Паука 2008-го. Хищник. Как я уже говорил про серию с Гонщиком, Паук 90-х радовал тем, что абсолютное большинство серий данного мультсериала были как-то связаны. Одно исходило из другого, и не было ощущения, что создатели сами плюют на те истории, которые рассказывали пару выпусков ранее. Однако, были и такие серии, что задаешься вопросом, а зачем они здесь вообще? И одна из них, это как раз Хищник. Эпизод, в котором к Паркеру приходит ноунейм Нига и начинает рассказывать о своей жизни. Как он хотел отомстить некому айсбергу и обрести власть, а в итоге Борецкий, как обычно, всех кинул. Абсолютно неинтересная серия, никак не развивающая сюжет и не наталкивающая ни на какие мысли. Да еще и с кучей глупостей, вроде тех, что злодеи становятся официантами, амбал Жириновским. А паук-идиотам делают такие вот заявления преступникам. Слушай меня внимательно. Ты обидел никого-нибудь? Подругу Петра Паркера, а с Паркером мы партнеры. Я работаю, он делает снимки, так всем и передай. Если кто сунется к нему, или его девчонки, будет иметь дело со мной. Если все предыдущие серии могли козырнуть хоть чем-то, самая ближайшая серия, подобравшаяся к званию худшей, и то имела туза в рукаве, ну где еще можно было увидеть Человека-паука, сражающегося плечом к плечу с Капитаном Америка, против Красного Черепа и Электро, там хотя бы была эпичность, а тут не эпика, не нормальные истории, плохие персонажи и глупый фарс. Пожалуй, Хищник, это единственная именно что плохая серия данного мультсериала, за что, собственно, она и получает сегодня главный приз. Загадай желание и атака акта робота. Если меня спросят, почему мультсериал 90-х это не просто хорошее развлечение для детей, а нечто большее, я отвечу, что, несмотря на то, что да, основной расчет был сделан на детскую аудиторию, создатели сего творения не боялись размышлять на более взрослые темы, не боялись делать серии, в которых на первый план выходил не экшен, а душевные терзания главного героя, и не боялись выпускать эпизоды не про Человека-паука, а про Человека, как бы странно это ни звучало. И эти две серии мульта 90-х можно смело назвать самыми человечными, и в то же время простыми во всем сериале. По сюжету, во время драки с Пайди и Октавиуса, взрывается медицинский центр, и во многом по вине первого, весь город в очередной раз начинает считать, что от Паука больше вреда, чем польза. Но что важнее, точно так же начинает думать и сам Питер. Он теряет веру в себя, и ему поможет ее вернуть, как ни странно маленькая девочка, являющаяся его большой фанаткой. Они встрянут в передрягу, по ходу которой Питеру сотрут память, а его единственным шансом на спасение станет именно она. Пожалуйста, если вы еще не смотрели, то обязательно гляньте два этих эпизода. Готовя сценарий к этому видео, я пересмотрел весь мультсериал, и знаете, от этих серий я попросту упустил, что называется «Скупую мужскую». А слезы, мурашки или искренний смех, в зависимости от жанра, это высший показатель того, что данное творение трогает за душу. Это блестяще рассказанная история о том, как герой, теряя веру в себя, вновь ее обретает благодаря маленькой девочке, и ее вере в то, что сдаваться нельзя, несмотря ни на что. Какие бы неудачи не случались на нашем пути, все равно всегда будут те, кто нас поддержит и наставит на правильный путь. Лучшая серия мультсериала 90-х. И если ее, а точнее одноименный комикс, по которому она нарисована, экранизируют в одном из будущих фильмов про Паука от Марвел, то я прощу им все. Ну, вот как-то так. И перед тем, как закончить видео, я хочу ответить на самый главный вопрос, который, ну, я просто уверен, появился в голове у каждого второго из вас. А где та или иная серия Икс? И, во-первых, для этого я хочу перечислить ряд серий, ну, знаете, что-то вроде достойной упоминания. Однако эти серии не просто его достойны, а я очень долгое время хотел включить их в топ, однако потом передумал. А именно, это серия с Доктором Стрэнджем, с молодым стервятником и старым Паркером, а также неогенный кошмар. Ну, раз их не было в топе, пускай будут хотя бы здесь. И да, они должны были появиться в качестве лучших. Ну, а во-вторых, теперь я предлагаю вам составить свой топ 10 серий Паука 90-х. Ну, или хотя бы отдельно топы худших и топы лучших. Будет интересно узнать ваше мнение. Также вступайте в наш паблик ВКонтакте, где есть самая свежая информация по грядущему возвращению домой. Ну, и кроме того, также подписывайтесь на мой инстаграм. Если вам видео понравилось, то поверьте, лучшей благодарностью будет даже не лайк, а подписка на канал. Ну да, лайки тоже ставьте, но если здесь впервые или не подписаны, подписывайтесь. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok